всем привет это рошас где-то рочас где-то рохас мустаж то есть усы eau de parfum это не та оригинальная версия типа original 1949 который у меня был и другой аромат он восемнадцатого года и кстати не повезло сейчас можете по бачкоту посмотреть подобить у меня именно аромат из первых партий он боже мой 75 миллилитров я обязательно найду куплю и 125 тоже это просто бомбический аромат для начала пройдемся по нотам по парфюмеру это натали gracia чета вот какие у нас ноты в начале у нас розовый перец горошком это так на сайте написано официальном это не с фрагрантики вот на сайте указано что острый мандарин видимо ними имели ввиду кожуру потому что я не знаю что острова может быть в мандарине вот на сердце у нас это розы и и кедр потом у нас в базе пачули и бензоин вот бензоин почему я его купил я уже несколько раз подходил к этому аромату и советую вам тоже его затестить вот и настоятельно рекомендую нет 10 его вместе с другими ароматами не смешивайте все это в одну кашу пришли в магазин отдельно его затестили и пошли гулять больше ничего не слушать позвольте своим рецептором своему носу исключительно поработать исключительно познакомиться только с этим ароматом не надо устраивать кашу путаницу так далее как-то я сходил в магазин где продается относительно более дорогая парфюмерия там был аромат и в сэн лоран таксида который на него похож вы знаете я часто слышал в обзорах разных основном американских что он похож на и в сэн лоран таксида вот но так как я не знал вообще что такое сэн лоран таксида я как-то мимо ушей пропускал и старался слушать то что вот исключительно о нем рассказывают во взорах вот короче я взял блотер нанес на этот блотер таксида тогда этого аромата мне не было вот и слушаю смотрю о что-то знакомое с этим ароматом я был знаком еще до этого то есть я как рассказал в начале видоса я уже его тестил пару раз в магазинах и в литуале тестил и у нас в баку тестил его вот поэтому когда я нанес таксида на блотер я сразу вспомнил непосредственно этот аромат конечно же не пошел бегом покупать этот аромат я продолжил тестировать я блотер принес домой положил рядом с кроватью и где-то два два с половиной дня я чувствовал приятный шлейф от этого блотера то есть не надо было обязательно подносить к носу шлейф был и так понятен аромат таксида мне конечно же очень понравился и опять же он не все больше и больше напоминал данный аромат ну вот я его наконец-то купил и не просто затестил нам блотали либо на кожу я с ним походил вчера весь день вот и понял что этот аромат практически бескомпромиссная замена аромату саллорант оксида я в этом звучании не могу найти химозность дешевизну и так далее аромат сделан ну крайне приятно очень качественно это просто словами не описать он вам может нравиться по звучанию он вам может не нравится по звучанию может быть по вкусу не по вкусу но отрицать тот факт что это аромат просто нереальный за так за такие деньги которые за него просят это ну вот нельзя вот это отрицать поэтому как минимум за то есть то я рекомендую стойкость порадовала стойкость порадовала шлейф тоже порадовал из 10 я бы поставил наверное восемь с половиной девять из-за шлейф из-за стойкость до шлейф восемь восемь с половиной на уровне инкарнуар обычного а вот стойкость побольше мне порадовала стойкость опять же плюс минус стойкость близко к такси да но при этом можете посмотреть на калькуляторе поделить там туда сюда посмотреть насколько выгоднее обходится вам мастаж браво компания рас раз я абсолютно души респектулю у них получился мега крутой мега качественный продукт и в целом данный бренд один из самых моих любимых любимых и я не так чтобы это получилось случайно тестил один аромат и сил другой аромат и смотрю почти каждый аромат который я затестил не нравится который какой-то сильно нравится какой-то просто нам но приятный всем но в целом то есть в основном положительные впечатления я именно про мужскую парфюмерию я женский аромат особо и не тестировал от данного бренда поэтому ничего не могу сказать про дамские ароматы но данный аромат я считаю у них сексовым это абсолютно не секс бренд не знаю почему позиционируют его как исключительно мужской потому что на бы на бусте мифсоналорант оксида до бутиковая некая и если не ошибаюсь этот аромат вроде как продается как унисекс а этот аромат очень близкий по звучанию на процентов 90 как минимум 90 почему-то продается как мужской дамы не стесняйтесь это вообще ничего не значит ведете с мужской полки и слушайте такая же история у меня допустим с ароматом мишка розовый мишка от маскина баблган если не ошибаюсь называется в наших краях тот аромат продается как женский но если вы откроете официальный сайт маскина америка либо италия вы заметите что маскина розовый мишка продается как на мужской полке так и на женской это раз во вторых даже в магазине возьмите в руки коробки коробку четми не видится что написано на коробке что-то женский аромат я про маскина розовый мишку и часто типа заходишь в магазин слушаешь аромат консультант девушка подходит и говорит ой это не мужской так что это все фигня слушайте нравится потом сами решайте хотите на это деньги тратить или нет то есть других вариантов с парфюмерии нет это жидкость это химоза то есть не в плохом смысле химоза то есть это химический продукт это всего жидкость в баночке и что делать с этой жидкостью вы сами решаете то есть покупать себе покупать или кому-то дарить нравится вам не нравится абсолютно исключите эти рамки типа это мужское или это женское есть женский аромат даже несколько женских ароматов которые мне нравятся маскина белый мишка той-два вроде называется потом мне нравится ладик амитис самый простой амитис мне флангеры не нравится вот обычно амитис мне нравится я с удовольствием иногда могу попользоваться особенно мне нравится сочетание сын как ну аж процент экстра версии вот так что ребята экспериментируйте это не единственное откуда не нравится нам также женский аромат ли паркинзо женский как по мне поинтереснее чем мужское мужской слишком простой слишком того с такой типичина квантические хии и так далее вот женский немного поинтереснее вот что-то я слишком ушел в сторону вернемся к этому аромату цена-качество 10 из 10 универсальность в районе 9 кроме лета наверное круглый год можно его использовать дальше что у нас цена-качество я сказал звучание 10 из 10 опять же такую стоимость даже он стоил бы на баксов 340 дороже все равно даже на 50 баксов он стоил бы дороже опять же к этому звучанию вопросов не было бы ребята у него звучание либо нишевая либо бутиковая абсолютно не люкс это абсолютно не люксовое звучание вот мы шлиф со стойкостью я уже несколько раз повторил сказал на очень хорошем уровне то есть это 8 8 с половиной из 10 то есть абсолютно нормально абсолютно выше среднего эти характеристики ребята бегом знакомиться всем удачи всем пока